Блаженное состояние ума это не просветление. Сегодня мы проведем тонкие различия между состояниями ума и просветлением. Я замечаю сейчас, существует какая-то повальная абсолютно тема, где экстатические блаженные состояния ума приравниваются к просветлению. И из-за этого у ищущих, у людей, которые не пережили просветление, которые не знают, что они, что все такое есть на самом деле, складывается неверное представление о том, что они ищут. Если мы хотим попасть в Австралию, нам нужно хотя бы примерно представлять, где находится Австралия, чтобы мы понимали, на какой самолет нам нужно сесть и куда нам нужно лететь. Но если все, что у нас есть об Австралии, все материалы, это рассказы путешественников, которые нам указывают неверные координаты, то какова вероятность, что мы сможем добраться до Австралии? Точно так же и с просветлением. Человек, который ни разу не бывал в Австралии, не знает, как там в Австралии. И он даже не знает, кому ему верить, когда он хочет полететь в Австралию. В этом, конечно, дополнительная сложность относительно просветления. Просветление – это очень редкий на настоящий момент, но тем не менее реальный опыт. Очень мало кто бывал в Австралии, но такие люди есть. Никак иначе, кроме как самому побывав в Австралии, вы не сможете определить, какие описания Австралии были правдивыми и настоящими, а какие были скорее предоставлены путниками, которые принимали желаемое за действительное. Что же такое состояние ума, которое не является просветлением? Состояние ума – это абсолютно все. Сейчас вы находитесь в состоянии бодрствования, я предполагаю. Из этого состояния бодрствования вы смотрите это видео. Состояние бодрствования – это состояние ума. В этом состоянии бодрствования, в этом состоянии ума действуют свои законы. Эти законы мы обыкновенно называем законами физики, например, закон притяжения, закон гравитации. Мы не можем проходить сквозь стены, мы воспринимаем происходящее через призму времени и пространства. Когда сегодня ночью вы отправитесь спать, ваше состояние ума изменится. Это будет состояние сна. Это будет тоже состояние ума, но оно будет больше не состояние бодрствования, а состояние сна. В этом сне действуют еще другие законы. Вы можете здесь уже проходить через стены, вы можете летать, у вас нету такого ярко выраженного ощущения пространства, у вас есть какая-то последовательность событий, но вы, тем не менее, можете воспринимать много событий, происходящих в разных местах одновременно, поэтому у вас появляются новые способности. Еще одно состояние ума, известное многим из нас, я уверена, это состояние алкогольного опьянения. В этом состоянии ума тоже есть свои законы, например, заторможенная реакция или когда вы под психотропными препаратами, это тоже определенное состояние сознания. Когда вы занимаетесь творчеством, это еще одно состояние сознания, известное тем из нас, кто рисует, кто что-то пишет, кто инженерит, кто технарит, кто что-то создает. Когда мы глубоко погружены в работу, это тоже такое состояние ума. Когда мы тревожимся, когда мы находимся в депрессии, наш опыт тоже разворачивается согласно определенным принципам, это тоже определенное состояние ума. Оно представлено такой как бы дымкой, пеленой, затуманиванием действительности, поэтому мы говорим, что когда человек находится под влиянием сильной эмоции, он находится под аффектом, это как раз и означает, что человек находится в измененном состоянии сознания. Именно по этой причине, когда вы нервничаете, если вы в депрессии, если вы тревожитесь, если вы переживаете очень сильное беспокойство или суицидальные мысли, это не то состояние, из которого нужно принимать решения относительно своей жизни, относительно отношений с другими людьми, относительно кого бы то ни было. Нужно изменить это состояние ума, это состояние сознания. Прежде чем вы сможете ясно мыслить, нужно выйти из аффекта. Существует целый ряд состояний сознания, которые мы классифицируем как ненормальные или сверхъестественные. К ненормальным относятся расстройства психического спектра, это шизофрения, это зрительные и слуховые галлюцинации, это делирий, это старческая деменция, это альцгеймер. Это такие особенности восприятия, которые по сути своей, они состоят из сознания. Они это измененное состояние сознания, такие же, как и алкогольное опьянение, наркотическое опьянение, бодрствование и сон. Посещение многомерных других измерений, это тоже измененное состояние сознания. В каких-то состояниях сознания, сознание имеет способность занимать более объективную точку зрения и как бы охватывать своим сознанием большее пространство, больше объем информации, которая присутствует всегда в нем. Некоторые люди помнят свои прошлые жизни, они могут вспоминать. Для этого они тоже входят в определенное состояние сознания. Когда осуществляется ченнелинг, когда человек через себя пропускает информацию, исходящую от лица якобы Иисуса Христа или Девы Марии, это тоже измененное состояние сознания, в которое входит сознание, принимающее форму этого человека. Когда во время клинической смерти, мы говорим, душа вылетает из тела и пересматривает всю свою жизнь, вот эти предсмертные переживания, это тоже состояние сознания. Астральное путешествие, это тоже состояние сознания. Виденье аур, общение с ангелами, восприятие ангелов, это тоже возможно в измененных состояниях сознания. Если мы с вами сейчас отправимся в Перу на Айуаска-ретрит, если мы с вами хильнем Айуаски, то мы с вами возымеем тоже это измененное состояние сознания. А если мы отправимся с вами к шаманам и послушаем ритмичную игру на барабане от шамана, мы тоже войдем в измененное состояние сознания, где мы получим доступ к своему измерению со своими правилами, со своими законами, со своей информацией, которая недоступна в подрастающем состоянии сознания. Разные состояния сознания хороши для чего-то своего. Например, из состояния транса в шаманизме очень тяжело жить в нормальном мире, очень тяжело вести машину. Но тем не менее, например, из этого состояния можно вещать вселенские истины, можно вдохновлять людей. Зависит от того, какая цель у вас. Если вы осознаете, что все это вы, ваш доступ ко всей этой информации значительно упрощается, вся эта информация уже содержится у вас. Но для того, чтобы распознать, что все это есть вы, необходим опыт просветления. А само по себе просветление — это не состояние сознания. Теперь давайте поговорим о том, как же это все отличается от просветления. Те, кто говорит, что просветление — это состояние экстаза, тот забывает, что в момент просветления очень ясно осознается, что ты — это абсолютно все, что ты — это бесформенное нечто, которое проявляется как абсолютно все. Ты проявляешься и как экстаз, и как какая-то последняя хрень. Ты проявляешься как величайшее литературное произведение человечества, и ты проявляешься как убийства и пытки, которые происходят на войне. Ты проявляешься как абсолютно все, а не только как какое-то невероятное ощущение, что ты — это такое легкое и светоносное облачко. Просветление — это осознание, это распознавание, в отличие от состояния. Это звучит крайне формально и академично, особенно для тех людей, которые ищут благостного опыта в момент просветления. Я никоим образом не осуждаю вас, если вы ищете просветление для того, чтобы обрести душевное спокойствие, для того, чтобы жить в любви, в покое, в свободе, в беззаботности. Желание покоя, свободы и беззаботности — это именно то, что влечет нас к опыту просветления. Это те связующие нити, которые связывают нас с нашей истинной природой. То, чем мы являемся на самом деле, — это действительно свободная бесконечность, это покой, умиротворенность, наполненность, которая не знает недостатка. Эта наполненность наполнена и тем, что воспринимается как прекрасное, и тем, что воспринимается как ужасное. Отождествляясь только с прекрасным и отнекиваясь от ужасного, мы снова половиним свою истинную природу и осуществляем вот это отождествление с тем, чем нам хочется быть. Но это все игры отдельной личности. Это все попытки отдельной личности быть хорошей. Это, к сожалению, психологический механизм, который не имеет ничего общего с настоящим духовным просветлением. Это замечательно, что внутри каждого из нас есть чувство неудовлетворенности, потому что, ища, мы можем найти настоящую причину этой неудовлетворенности и выйти на настоящую удовлетворенность. Если бы мы были удовлетворены с самого начала, у нас бы внутри не было импульса и желания искать удовлетворенности. Она бы уже у нас была. В этом весь смысл игры на планете Земля. Мы рождаемся, мы объединяемся, мы как бы начинаем видеть себя не тем, чем мы есть на самом деле. Но внутри, в сердце каждого из нас, есть это подспудное знание, что мы такое на самом деле. Нас неудовлетворит ни что меньшее. Нам нужно это. Нам нужно настоящее. Нам нужна свобода. Нам нужен настоящий покой, а не какой-то там достигнутый с помощью примитивных, однодневных техник. Нам нужна настоящая свобода, а не аффирмация «Я свободен». Нам нужна настоящая любовь, а не мантра «Высшее сознание есть любовь». Нам нужно настоящее. Нам нужно живое. Это живое достигается только через настоящий опыт переживания того, что мы такое есть, а не через фантазии об этом.